наличие какой-то логики это кстати интересно сейчас я отойду и вернусь многообещающее название и кстати вообще у горбатого он интересное заливает на канал ну что смотрим дальше естественном языке конечно сколько нам заказали 5 минут относится к одной из древнейшей в истории философии и она имеет свою древнюю средневековую историю но в наше уже новейшее время ее возводит вот тут мы как раз обсуждали насколько правомерных фреггер сасюра независимо от этого на уж совсем новейшее время особенно к работам ричарда монтегю которым отканализирована была традиция ричард монтегю кстати очень загадок при загадочных обстоятельствах был убит в достаточно молодом возрасте он он веселый преподавал собственно ну и был исследователем в области формальной семантики посудил пионер этой области но это как нам хомский только от мира формальной семантики они синтаксиса ну и омский он до сих пор живой и всех живых в принципе фантастический старый дед а ричард монтегю был убит в очень молодом возрасте ну а сам хомский считает формальную семантику разновидностью синтаксиса да да хорошая емкая формулировка мне нравится то есть я уже сразу по 40 секунд посмотрел сразу понимаешь я не знаю кто это да но я по этой формулировке уже понимаю что это не фрик это специалист в своей области вот потому что у меня в принципе я бакалавриат поэтому по этому делу оканчивал пример примерно но и я сходу вижу за 50 секунд мне понятно что вот это специалист действительно он понимает что он говорит не выдумывает на ходу что это не не руднев блять не еще какую-нибудь мнение тем не менее не является единственным она является безусловно мейнстрим но не единственно согласен это тоже правда то есть вот он много чего говорит блин это много чего говорит но пока что ни одной глупости не было существует альтернативы главных из них две или может быть они окажутся что они 1 1 и самая известная альтернатива является такого несмотря на то что не представляет совершенно никакого никакой логической аргументации альтернатива новому хомска который но давайте посмотрим все таки что лурия нам хочет про хомского рассказать как известно начинал все-таки и продолжает им оставаться как философ языка не логики языка на этом случае философ и вот его мнение о том что все смыслы которые заключают естественно язык это это синтези что семантика естественного языка это синтаксис я практически дословно его сейчас цитирую во кстати опять-таки говорит то что я эксперт серьезно она вдохновила на создание генеративной грамматики или до сих пор новейших его работах по философии языка повторяется но при этом в логических терминах он не описал как выглядит синтаксис ну и с другой стороны появились можно сказать почти случайно под влиянием взрыва исследований в области модальных логик в 1950-е годы появились наблюдения некоторых лингвистов относительно значение модальных логик в естественном языке пионером здесь был джон лайнс который в своей книжке семантика 77 года описал следуя в основном за фонд ритм как логиком описал применительно естественному языку наличие политической и диантической и эпистемической модальности в самом естественном языке круто об этом ничего не знаю чем маргинала с плечевым суставом но у меня гиперактивные вообще суставы я типа много чего могу делать со своими суставами причем без разогрева без тренировок ничего по поэтому у меня собственные руки изгибаются специфическим образом направление некоторым образом развивалась конечно много дополнительных наблюдений было сделано но в целом особенно широко это развиваться не стало в частности для лингвистов характерно отдельно от модальности рассматривать категории времени времена глаголов и вида хотя интересно синтаксис языка это грамматика но соу-соу то есть это с одной стороны грамматика с другой стороны это синтаксис как программирование примерно можно заподозрить что какой-то модельный подход к этим категориям возможен наконец очень важным на мой взгляд событиям перебрасывающим хотя не ставить себе такой цели мостик генеративной грамматики задонатили на пять минут скоро закончится к логике как таковой стала монография гильель мочинкве он лингвист а ни в коем случае не логик 1999 года в которой грамматические категории существующие во всех естественных языках возможно во всех известных естественных языках сразу рассматривали были определенным образом классифицированы с точки зрения их содержания причем говоря содержание некоторых из этих категорий сам чинкли сделал уже естественное для лингвистики 1999 года они 70-х годов когда это было пионерское наблюдение вывода о том всего так носилась калитическая модельности но целый ряд других категорий так не описывался некая общая гипотеза в рамках которой мы проделана предлагаемая сейчас работа и собственно является некой темой исследования который разумеется без соавтор лингвистов и не мог ввести и таковой соавтор тоже имеется она заключается в том что логика естественного языка в целом может быть предложено на модальной основе на основе модальных логика почему интуитивно это очень легко заподозрить и если бы этим может быть больше бы занимались логики то наверное уже как и не было бы в грамме фреге и теперь еще мотовью то может быть это было сделано раньше итого 20 минут получается потому что чем отличается в чем специфика модального подхода конечно тут из модальных хорошо пошутил что когда определяют понятие дель модально не логике то определение сколько можно плеясников и определяющихся смог dancing логиках или не Thank ms случае можно эти определения в значительной степени эквивалентны и в частности можно сказать чтобы это было более выглядело полезным применительно к естественным языкам что модальная логика это такая логика куда куда непосредственно в логическую систему введена точка зрения с какой точке зрения мы об этом говорим а может быть там еще мы говорим добавка ча же еще какой-нибудь точка зрения или может быть о ней не говори по крайней мере вот наличие еще точки зрения прямо в самой системе, а не снаружи где-то. То есть мы обсуждаем не что-то объективное, так сказать, отвлечённое, а вот что-то такое, внутри чего мы сами находимся, частью чего мы являемся. Это, в общем-то, ведь с точки зрения... Очень странное определение модальной логики. Модальная логика — это такая формальная логика, в которой присутствуют модальные операторы. Возможность, необходимость и так далее. Не понимаю, что он имеет в виду. ...всё время присутствующий в естественном языке, в котором всегда присутствует как минимум говорящий, а может быть и ещё какая-то референтная фигура. И вот, в принципе, все категории Чингвир, которые выделил Чингвир, они так или иначе могут быть подвергнуты модальной интерпретации. Я остановлюсь сейчас на категории времени по двум причинам. Во-первых, потому что её восприятие в минимальной степени требует, собственно, лингвистического бэкграунда. А с другой стороны, она имеет огромное значение в любой грамматике, и в то же время лингвисты её никогда не воспринимают как модальную. Поэтому, чтобы перейти от... Да, модальные логики времени предлагались несколько раз, они довольно разные есть. И общее у них, как правило, то, что там предполагается логика чего-то во времени. Но в классическом случае логики Прайера это фактически алитическая логика, логика событий во времени. И вот там такие всякие темы, как каузальность получаются. Но я сейчас буду говорить именно о логике времени в честном виде. И в такой логике это получается просто разновидность логики пространства, как некое измерение, которое особыми свойствами обладает. Потому что, естественно, что мы легко это можем понять даже интуитивно. Когда мы пользуемся временными категориями в языке, мы ими пользуемся очень похоже на то, как мы вообще думаем о времени. Мы примерно так же, как о пространстве думаем. Мы можем туда-сюда двигаться в этом времени, вперёд-назад и... Да, это знакомая проблема. Действительно. То есть и в обыденной речи, и в логике время действительно изображается как пространство, во большей части. Поэтому это проблематично для нас, так как мы, в общем-то, привыкли считать, что пространство и время – это две большие разницы. Вообще, собственно говоря, теперь я уже должен честно признаться, что говоря о логике времени, я буду говорить о логике пространства. Как появляется модальная логика пространства? Пионерские идеи здесь были изложены фон Фриктом в статье 79-го года, но более техническая такая разработка всего этого дела велась уже в 90-е и нулевые годы. Группы учёных, особенно выходцами из Советского Союза и Мостовского университета, как Захарьящик и другие. И очень, коротко говоря, вот система перехода... Окей, ну осталось только на 50 секунд задонатить. От топологии, то есть какого-то представления пространства к логике выглядит так. Я сейчас быстро... Или, может, не надо, если все знают. Не надо. Не надо, да? Всё, давайте ускорим тогда. И тогда я просто скажу сразу... Ну а мне неплохо было бы пояснить, потому что я про какие-то советские школы, я понятия не имею, че-то. Сразу конечное, что то, что топологию можно назвать замыканием, это аналог модальной возможности, а то, что является внутренней областью множество, это является аналогом модальной необходимости. Я ничего не знаю про топологию. Не могу никак проверить. То есть квадратик это внутренняя область, а замыкание, соответственно, это ромбик. И вот тогда... Ну квадратик и ромбик я понимаю, это операторы в модальной логике, а про топологию я ничего не знаю, я не мотивировать. Что в языке категория времени употребляется двояко. Как время мыслится в некоторых случаях просто как разновидность пространства... И к чему здесь топология-то? Когда оно действительно является незатрубной. А в других случаях оно имеет специфику, то есть это некоторое привилегированное направление, отдельное направление, которое имеет заданность от прошлого к будущему. Когда мы говорим о времени без этой заданности от прошлого к будущему. Когда мы говорим, например, всегда или никогда, здесь мы говорим о времени. Всегда во времени, везде во времени это значит. Или нигде во времени, или где-то во времени, иногда. Но по сути здесь никакой специфики времени, как имеющего определенное направление, здесь нет. И вообще такие употребления должны поэтому рассматриваться в рамках логики пространства. Я сейчас о ней говорить не буду. Я сейчас перехожу только к специфическому употреблению времени, где есть привилегированное направление из прошлого в будущее. Но как-то он слишком серьезно воспринял то, что мы время отображаем через пространство Он взял в топологию какую-то Сигану Зачем? Как нам поможет, я не знаю, то, что мы шар в бублик превращать умеем Как нам это время понять поможет? Не значит, что мы не думаем и не говорим о обратном направлении с будущего в прошлое Даже когда мы о нем говорим с будущего в прошлое, мы все равно теряем различие между будущим и прошлым В целом прошлое это прошлое, будущее это будущее И вот здесь есть одна такая логика времени, которая предложена для некоторых компьютерных штук, манной и пнуэли Которая может быть довольно легко к этому приспособлена Вот временной континуум, положим это одномерное пространство Разбивается некой референтной точкой, то есть поверхностью Но она с нулевым количеством измерений, поэтому точкой А что есть логика пространства? Ну вот я сам только что узнал, что можно связать модальную логику с топологией Но я про топологию ничего не знаю, мне нечего сказать на эту тему В качестве границы И дальше надо, вся вот эта линия временная будет трактоваться топологически как некий универсум И вот дальше надо выбрать с точки зрения формализма, это безразлично, что выбирать В качестве пространства, либо прошлое, либо будущее То есть он говорит про топологию, только как про систему открытых множеств, а некоторое множество Что такое открытое множество, чувак? Мы такое не проходили на теории множеств Только открытое множество То, что разбито по отношению к этой точке Но исходя из такой естественности нашего мышления, лучше все-таки выбрать так, что вот теперь оно незнаправленное Что вот здесь первая референтная точка, где находится говорящий Для меня слишком специализированное знание И вот здесь у нас пространство некое А здесь остальная часть универсума, не выделенная И тогда мы сразу получаем формализацию для четырех основных элементов Мы это называем основным в том смысле, что там одна только референтная точка То есть там учитывается только позиция говорящего Да, разумеется, тут уже сразу можно лучше, наверное, забежать вперед Вот здесь логическая аудитория Что можно понаставить из тех точек сколько угодно с этой стороны и с этой Это будущее у нас здесь и здесь прошлое И таким образом может быть огромное количество всевозможных грамматических времен На самом деле этого нет Потому что естественно, что естественный язык употребляет только некоторые из логических возможностей И вот я сейчас буду говорить только о тех возможностях, которые реализованы в каком-либо из естественных языков Это ограниченный список, составленный по всем в настоящее время известным языкам мира То есть уингвистов давно это уже сделали Итак, вот первые четыре... Да, и еще аспекты, то есть виды глаголов Что если включается этот самый момент, то есть сама поверхность включается Мы декларируем некоторые множества как открытые, если они удовлетворяют аксиомам топологии А, ну замечательно, я не знаю, что там за аксиомы топологии, чувак Я в жизни ни одной книжки по топологии не открывал Мне просто это мимо меня совершенно прошло А в лингвистике актопологии не используется Получается совершенный вид, а если не включается, то несовершенный То есть здесь сразу все понятно Поэтому получается, что настоящее время, прошедшее и будущее будут соотноситься с разными... Ну смотря что считать, если мы говорим про время в естественном языке Тут опять-таки у нас языковая типология как бы вступает Потому что, я извиняюсь, будущего времени в английском и в русском, например, нет В английском и в русском есть прошедшее и не прошедшее, и все А остальное это уже сочетание с аспектами То есть аспектно-временные формы Не понимаю, как это должно применяться к естественному языку То, что он говорит Частями Итак, имперфект будет соответствовать внутренней области То есть без границы действия в прошлом Перфект, завершенное действие будет замыканию соответствовать И опять же, с учетом того, что здесь у нас прошлое То past perfect — это темпоральное кое-где То есть когда-то past imperfect — темпоральное везде То есть всегда А будущее время — это темпоральное нигде То есть никогда в прошлом, мне не надо Потому что пространство, конечно, выбрано как прошлое Поэтому если нет нигде прошлого, то мы просто, получается, говорим нигде И, наконец, present — темпоральное не везде То есть не всюду в прошлом Это образует полный логический квадрат с четыре времени То есть вот мы выбрали из континуума Я кажется, кажется, надо повторить Выбрали Неплохо было бы, если бы доску было видно Вот это темпоральное универсум Из него выбрали некое множество, которое Как пространство толкуется из универсума Поэтому если где-то в пространстве, то это значит, что у нас прошлое Потому что мы так выбрали А если нигде в пространстве, то это будущее То есть здесь есть Применяется то же самое, что известно Да хорош! И так нихуя непонятно, ты еще трещишь, блядь В логике пространства Теперь появляются всякие производные глагольные времена Где, как правило, появляется еще одна референтная точка где-нибудь А иногда она может даже появиться еще и вторая Есть и такие языки Поэтому Interior has worked И это будет Да, и тогда вот здесь возникает Возникает необходимость обратиться к так называемым логикам преференции Или как у нас, Александр, у нас их надо называть сравнительным модальным логиком Потому что говоря о модальностях Мы о них рассуждаем одним из двух Или хоть даже двумя из двух Мы все равно не смешиваемся Неприводимыми друг к другу способами Первый способ это об абсолютных модальностях Когда мы говорим и сравниваем состояние А другой Сравнительный способ или способ преференции Это когда мы в рамках одного состояния Говорим о разной степени его выраженности То есть мы рассуждаем в категории бинарных отношений Например, аксиологическое значение хорошо Но бывает, как теперь говорят, более лучше Это будет давать разное И вот преференции в отношении пространства Это ближе и дальше по отношению к преферентной точке И то же самое во времени Да, и преференции, в свою очередь, бывают сильными и слабыми Сильная преференция – это когда, условно говоря, больше А слабые референции – это когда больше или равно То есть допускается равенство По результату сравнения И вот мы получаем, если вносим одну точку Дополнительную куда-нибудь сюда Охуенный, не видно, херой Или тоже одну, но тогда сюда, другой вариант Не хочу подрисовать, чтобы не... Оператор мудак Тут уже будет трудоватых То получаем... То получаем еще anterior Anterior of the past Хэтворд А, ну тут нихера и не было Мечательно И future of the past И anterior of the future Ну и, наконец, вот Немножко такая сложная вещь Сейчас ее переведу И не будет никакой специфики в грамматике, если по-русски Она пообещала в ноябре, что они получат ее работу к первому дню семистра. То есть, тут уже носится третья референтная точка какая-то, но в некоторых языках эта категория тоже грамматизируется. Когда по-русски мы это говорим, то там нет ничего такого дополнительного грамматики, только мы можем саму ситуацию представить. А есть языки, где она тоже грамматизируется? Ну да, да, я про похожие вещи периодически говорю, вот то, к чему сейчас подошел, когда я был ниже Рамша. Грамматизируется, собственно говоря, например, на английском, вот хайплокс, антеллеров и фирчевод и пасты. Ну я про другое время говорю, да, то есть не то же самое, про которое он говорит, но общая ситуация тоже. Вот, и таким образом на основании вот такого подхода можно трактовать время, в том числе систему глаголов, что всегда является болезнью для лингвистов, как модальные категории. Да, я забыл сказать, что сама вот эта идея... Знаете, мне вот формальная семантика по методу Ричарда Монтегю больше нравится. Это мне не нравится. Времена в связи с референтными точками, она принадлежит физику, для лингвистики эта идея. Она подходит к Раукенбаху 47-го года, монография по философии и физике, но там как-то заодно он и про лингвистику тоже понаписал. И потом, не то чтобы это сразу было усвоено лингвистикой, но лучше стало усваиваться, 80-е годы несколько модифицированы, в виде было усвоено. Поэтому уже хорошая классификация, просто энтерическая, во времен глаголу, во всех языках сразу, этим пользуется. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Что-то слишком мудрёно придумано. По-моему, то, что формальной семантикой называется, то, что Ричард Монтегю придумал в 50-х годах, намного круче и проще. Вопросы? Для полноты, вот в вашей системе ничего не сказано про длительные времена. Как они писаются в системе? Длительные времена, они не имеют границы. Ну, они имеют одну из границ. Я прожил здесь три года, а потом переехал. Там есть одна точка, да? Это весь отрезок определенный. Да, я только прожил, а пока... Ну, пасплю это континьюс. Здесь просто две точки, потому что я прожил... Упс. Это было... То есть, вот мы говорим в одной точке, но при этом, вместе другая. Я вот прожил здесь, а потом переехал здесь. А как это объяснить, что в грамматике это различие есть? Только... Длительные времена. Нет, мы здесь не объясняем грамматику. Длительные времена. Континьюс. Это мы описываем. Просто грамматики, смотря какого языка. Ну, а в каком-нибудь другого языка не будет. Потому что здесь просто есть много возможностей, логика дает внимание тех возможностей, которые могут быть задействованы в грамматике. И в грамматике, вот в моем этом описании участвуют... Ну, как эмпирические данные в модель не встраиваются, чувак. Хорош крутиться-то. Категории, которые задействованы хотя бы в каком-нибудь одном языке. Но на самом деле обычно не в одном. А так-то язык... Ну да, но он... Да, школьник привел примеры, я понимаю, безграничное количество моделей. Школьник привел конкретную модель, то есть эмпирическое свидетельство. Впиши в модель. Я понимаю, логика показывает, там, бесконечно, рекурсивно, все прекрасно. Давай, как бы, впиши в модель. Дальше немножко синдром Хомского начинается. Конкретно, но еще меньше будет задействовать в грамматике этих категорий. Ну, понятно. Школьник назвал конкретную категорию. Можно ее в модель вписать, пожалуйста? Ну, естественно, что все мы можем рассуждать о разных ситуациях, просто они не будут отливаться в грамматические категории, они будут лексически как-то описываться. Это уже другое дело. Лексически мы можем с помощью... Он назвал конкретную временно-аспектную форму, временно-видовую форму. Past Perfect Continuous. Она существует. Как ее вписать в эту парадигму? Еще лексики языка мы можем говорить там много о чем. В частности, мы описываем, например, все логические схемы. Но тут нас интересует синтаксис. Что бывает в синтаксисе только? Почему нас тут внезапно интересует только синтаксис? Или мы просто называем семантику синтаксисом, как Холмский? Можно я спрошу? Во-первых... Он не ответил вообще на этот вопрос, в принципе. Я понимаю, почему. Я бы тоже не ответил. Но я как бы не сторонник этой теории. Может быть, он и сам не сторонник этой теории. Я просто решил про нее рассказать. Тогда претензий нет. Меня очень заинтриговало. Это проводимое вами различие между логикой чего-то во времени, к такому типу относится к системе Прайера, и логикой времени просто. Можно пояснить? Просто логика времени просто, как я уже сказал, это просто разновидность логики пространства. Причем, если мы говорим о времени безотносительно к направлению движения, мы так тоже о нем говорим, это тоже важно и для языка, это тоже важные грамматические категории соответствующие, то тогда это просто логика пространства, точка, на этом все. Но когда вас правильно выкликнуло, почему же это называть логикой времени, если это логика пространства? А время – это тоже разновидность пространства измерения, в этом аспекте. А вот это утверждение, что время – это разновидность пространства, это догматическое утверждение? Это такое психолингвистическое утверждение. Но потому что если мы будем это сейчас антологизировать, как на самом деле, то мы уйдем от логики. А если мы будем говорить о том, как мы об этом думаем, как мыслим, то время, конечно, сплатиализируется. Ну да, время специализируется, ты второй раз сказал то же самое Тебе задали вопрос, почему время отображается как пространство, ты говоришь время специализируется Специализируется, это значит отображается как пространство Это не ответ, ты второй раз сказал, ты пересказал вопрос только что Когда я говорю о логике времени специфического, почему был доклад посвящен то, конечно, здесь имеется в виду, что это с привилегированным направлением, где есть различия принципиальные между прошлым и будущим. Вот тогда надо говорить уж совсем о логике времени, но всё равно это логика пространства. То есть обычно, когда строится логика пространства, не вводится требование на привилегированное направление. То есть, скажем, при программственных измерениях можно ввести, но обычно этого не делают. А здесь просто то, что можно, это надо сделать, получается. То есть, в принципе, конечно, это логика пространства, а не логика времени. опять не ответил почему эта логика времени они просто любая другая логика пространства чем она выделяется он горит да это логика пространства вопрос ты был не является это логикой пространства или нет а чем именно эта логика пространства выделяется таким образом среди остальных логик пространство на чтобы это не значило все дело этого логикой времени и вообще сколько там логик пространство может быть она одна такая и представляет из себя логику времени и это я сейчас очень либерально подхожу к использованию термина логика потому что это не логика на самом деле есть определенные представления стоящие за человеческим мышлением которые выразились в языке поэтому ментальное пространство конечно это к этому относятся и там время получается тоже пространственной категории в смысле восприятие при этом я не отвечаю на вопрос что я думаю времени как таковом но когда я думаю я отвечаю на вопрос что нужно знать о времени чтобы подходить к нему к категории естественного языка все куда наберется в естественном языке как это связано вообще со временем тоже такой такой действительно тоже вам догматический да спасибо у кого есть вопросы или замечание пожалуйста какое замечание во-первых на вот таку при таком разбиении сделать его регулярно мы получаем фактически часы то есть мы можем вести на этом вот времени час мы подобно пространстве на линейке можем нет числа мы не получаем потому что там все часы там должна быть определенная градуировка а здесь мы сами себе градуировка это это тогда сравнивать не с теорией графов они с геометрией по сути на самом деле конечно те пространства они они если пытаться их уже моделировать и вводить уже такой технический но для логики безразличный аппарат то надо в качестве общей теории брать теорию графа пространство на графах тоже возможно да и там вот похоже а это все такое континууме рисовал на самом деле мы не мыслим пространство как континууме и время тоже не мыслим но когда так вот для объяснения логики просто неважно под конкретно моих мыслях пожалуйста если можно это последний вопрос вопрос если мы рассматриваем здесь логику времени как самостоятельно не связано с событиями можно ли если мы зарабатываем ее достаточно хорошо каким-то образом дальше вернуться обратно к событиям и рассматривать настройку этой логики например к стандартному исчислениям событий скажем на ваш ответ можно на ваш вопрос можно отвечать боярко если речь идет о разработке какой-то особой и самостоятельной логики то по моему нет здесь некоторая именно элементарная логика вот логика времени как как пространство а если говорить о то есть даже на логической системе куда ходят разные логики системам модальных логик которые нужно брать для естественного языка или чего-то другого если применять то конечно там все будет комбинировано мы же никогда просто это не некоторая проекция достаточно сложного если можно сказать логического объекта и таких про другое дело что удача логической интерпретации естественного языка в целом сделать так чтобы вот количество осей на которые нужны проекция было не чрезмерно чтобы она была каким-то помещающимся ну в общем чтобы вот эншеновские критерии изящности симметрии и сегодня удовлетворяется это можно сделать мне кажется и тогда конечно будет все остальные логики будут уже другие они будут связаны событиями политическая логика или с оценкой событий там так далее какие задачи может решать эта логика если она например будет решать задачи какие решает стандартные логики вот временные то тогда в чем разница она решает решает если в этом логических задачах она решает только те задачи которые решает логика пространства не причем специфически то есть незатрубленного да это сейчас так вот когда например заходящих очень хорошо описывается там что он постоянно приходится решать задача незатрубленного пространства где из трех например полет из лондона в токио в одном направлении на час меньше чем в другом это же не затрублено пространство это серьезно это заходящий то что надо учитывать не всегда сидит и аксиома для пространства в общем случае метрическая там нужно задать расстояние больше не сказать ничего нельзя тем более что если это просто там уже одномерное как время там правил треугольника как бы вообще никак а то что в одну сторону расстояние все время нас вышло под конец и вообще не понимаю о чем речь на хера это все нужно блять есть нормальная формальная семантика зачем вот это все выдумывать зачем темпоральная логика помимо того что финальный вопрошающий назвал исчислением событий к чему это все зачем топологию привязали к формальной логике чё это дает и действительно проблема это решает теоретически или прикладные ничего вообще еще не прояснено абсолютно просто что-то рассказал вот мы связали модальную логику с топологией теперь мы довольны и сидим зачем чтобы что еще не получили нет определение метрического пространства которое нужно черта знает учим от он заебал да не но выглядит кого-то просто мотан привязан знаешь как вот пост модернисты мотан привязывают по приколу проскопируют из учебника чтобы никогое непонятно было то есть но тут выглядит так же если честно я не понимаю на хуя там топология то есть выглядит как у лакана то есть началось все очень хорошо когда он рассказывал какие-то понятные тип вещи мейнстримные а потом когда он свои охуительные истории начал рассказывать про значит логику времени без логики событий и так далее началась какая-то древесина в общем формальная семантика это не такая хуйня которую вы сейчас видели формальная семантика это довольно складная дисциплина в которой по сути дела все огромное количество огромные пласты обыденного языка со всеми его сложностями сводятся не точка предикатной логике а к такому охуенно сложному понятию как функция то есть ну типа если просто понимать основы наивной теории множества и знать как функции работают в общем то формальная семантика особо сложной дисциплины не будет чё сейчас происходило 27 минут я не понимаю абсолютно что там говорилось